Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялась запись очередного ток-шоу. В гостях были музыканты группы Артик и Асти. На ток-шоу обсудили следующие темы. Развод Кати Королевенцислава Вингрожановского, отъезд Кости Иванова и Саши Гозиас в Сейшел, а также вспыхнувшие чувства Еббарова к Ольге Рапунцель. А теперь расскажем более подробно о некоторых из этих тем. Саша Гозиас и Костя Иванов покинули Сейшелы. У Саши имеются неотложные семейные обстоятельства. Костя тоже летит домой во Владивосток, повидаться с сыном и решить дела. Саша уверяет своих подписчиков, что их история с Костей не окончена. Она пишет «Мы не расставались, не оставляли друг друга. Мы через короткий срок снова будем вместе». И, кстати, где бы вы нас хотели видеть – на Сейшелах или на Поляне? Илья Еббаров неожиданно воспылал страстью к Ольге Рапунцель. Он умоляет ведущих отправить его на Сейшелы. Так что, скорее всего, в ближайшем времени Илья отправится на остров любви. Рапунцель с нетерпением ждет встречи с бывшим. Она в восторге от шанса стать звездой эфиров. Тимур Гарафуддинов и Кристина Лесковец уже на острове. Прилетели они туда в статусе друзей, но Тимур уже в очередной раз хочет попытаться построить с Кристиной любовь. Он пишет в соцсетях «Сейчас я начал постепенно выстраивать отношения с Кристиной, взяв старт со ступени друзья. Что будет дальше, пока не понимаю. Пытаюсь прислушаться к своему сердцу, но пока оно молчит». Вика Романец встретилась со своим бывшим парнем, футболистом Олегом Мищенко. Она пыталась уговорить его прийти на кастинг «Дома-2», но парень не согласился. Денис Козлович продолжает ухаживать за новенькой Аленой. Он считает, что она и есть его половинка. Денис пишет «Некоторые люди думают, что не подходят друг другу или принимают очень долго решение. А вот мы сразу поняли, что должны быть вместе». Ксения Бородина с мужем, с детьми и с друзьями отправилась на отдых в Таиланд. Лиза Шароха улетела в Санкт-Петербург, чтобы сделать операцию по увеличению груди. Марина Африкантова и Татьяна Владимировна проводят время в Дубае. С Андреем Чуевым они пока так и не встретились. Татьяна Владимировна пишет «Нас Андрей не встречал, мы сами по себе. Без мужчин очень тяжко. Чемоданы тяжелые, а деньги на такси жалко». Марина рассказывает «Мы с мамой классно проводим время. Сегодня целый день гуляли, а пока пили кофе и курили кальян, познакомились с двумя братьями, которые живут в Дубае. Такие позитивные и общительные ребята. Они нас узнали, покатали нас и показали нам Дубай с другой стороны. Теперь я довольная, как слон. Так что девушки там не скучают». И о бывших участниках проекта Илья Кротков, у которого были красивые романтические отношения с Машей Бухун, выложил в сеть фото своей новой пассии и подписал «Мы вместе? Не знаю». Элина Камерен пожаловалась своим подписчикам на плохое самочувствие. Она приехала после показа домой и с ее организмом стало что-то происходить, скорее всего, тяжелое отравление. Но поскольку Саша Задойнов уехал отвозить свою старшую дочку Настю домой, то Элина находилась дома одна с малышкой и не смогла вызвать скорую помощь. Она написала «Мне так плохо, что до сих пор не спала, а болит все. За 10 часов похудела и встать не могу». Ее подписчики удивляются, как при таком плохом самочувствии она умудряется еще строчить посты в соцсети. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!